Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я хочу записать хвалебное видео о Тинькофф. Сегодня я хочу рассказать о своем подходе к использованию премиальных карточек Тинькофф. Да, я могу, конечно, вам рассказать, что там снятие 500 тысяч рублей, например, на Тинькофф Black Metal и прочие другие финтифлюшки, которые, ну, кому-то, наверное, полезны, мне они не очень нужны. Я премиальные карточки использую только для путешествий. И практически перед каждым путешествием я оформляю себе премиальную карточку, потом, если она мне все-таки оказывается не нужна, как, например, было в период самоизоляции, я от нее отказываюсь. То есть, ничего такого страшного не происходит, нормальная практика, я считаю. Во-первых, премиальные карточки, то есть, например, All Airlines Black Edition или Тинькофф Black Metal, стоят, по-моему, 2000 рублей в месяц. Для путешествия, даже для одной поездки, чаще всего цена полностью оправдана. Если вы оформите эту карточку хотя бы на один месяц. Почему? Спросите вы. Все очень просто. Вот несколько пунктов. Во-первых, за эту сумму вы получаете две бесплатных проходки в бизнес-залы. Если вспомнить, что вода, например, стоит 500 рублей в аэропорту, то можно прикинуть, что обед на двоих тоже где-то будет стоить 2000. Но благодаря этой карточке вы можете два раза в месяц посетить бизнес-залы, что покрывает расходы на еду, на напитки, потому что водичку и напитки другие можно взять с собой, если они есть. В хорошем бизнес-зале, а заодно и алкоголь и так далее и тому подобное. Но не стоит забывать, что помимо двух бесплатных проходок у вас появляется возможность сходить в бизнес-зал еще. То есть это, конечно, стоит 32 доллара, что сейчас примерно 2000 рублей. Плюс-минус. Это уже не столь выгодно, честно скажу. Но если у вас очень длинная пересадка, ну даже не очень длинная, а часов 5, то трата вполне может быть оправдана, потому что она фиксированная по миру. А я как могу вспомнить, в некоторых аэропортах очень маленьких цены могут быть очень дорогие. Помню в Нижнем, несколько лет назад, цена за вход в бизнес-зал стоила, по-моему, 5000 рублей с человека, что немножко было дико, потому что доллар-то был гораздо дешевле тогда. Во-вторых, к этой карточке прилагается страховка на 100 тысяч долларов, которая сама по себе очень неплохая, работает практически во всех странах мира, покрывает очень многие активности, то есть, по-моему, серфинг, яхтинг, скалолазание, возможно, может, совсем что-то экстремальное покрывает, но этого чаще всего вполне достаточно большинству людей, как мне кажется. И не стоит забывать, что страховка включает в себя страхование владельца карты, плюс еще четверых человек, что крайне выгодно. И, опять же, если считать на двоих, то страховка все равно выходит для любой поездки, ну, там, от 500 рублей до 2000, зависит от страны, от длительности поездки, но эта страховка покрывает любую поездку до 45 дней, так что вполне себе адекватный вариант, который стоит своих денег. Но стоит учесть, что ее никак нельзя модифицировать. Нельзя, например, добавить страхование для техники, что меня немножко печалит, и, надеюсь, Тинькофф когда-нибудь добавит такую возможность слегка модифицировать под каждого клиента страховку в премиальных картах. Потому что брать еще одну страховку для жизни, скажем так, но при этом чисто ради техники, немножко странный путь, я считаю. Я бы лучше доплатил условно, там, 500 рублей, но застраховал свою камеру и прочие прибамбасы. Кстати, обзоры на всякие штуки им здесь и здесь будут. То есть, вот вы прикиньте, уже покрыта у вас еда, хотя бы в одну сторону, в аэропорту, то есть, минус те же 2 тысячи, плюс еще покрыты страховки, давайте тоже скажем 2 тысячи. Только эти два бонуса уже стоят 4 тысячи, когда вы заплатили 2, то есть, как минимум, уже здесь наступает выгода. А, ну еще небольшой момент, то что страховка охеренная и подходит, наверное, для любой визы практически, может, какой-нибудь Судан она не подойдет, что очень удобно для оформления. То есть, не надо лишнее растратиться, у вас все уже есть и готово и на всю семью. Сейчас хочу отдельно рассказать про All Airlines карточку, которая прям заточена для путешествий. О ней я как-нибудь сделаю отдельный обзор, но суть в том, что на обычной карточке, не премиальной, вы можете компенсировать билеты милями шагом в 3 тысячи миль. То есть, например, стоил у вас билет 6500, вам придется за него отдать 9000 миль. Когда как на премиальной карте компенсация идет милек рублю, и если у вас есть 6500 миль, то вы можете вернуть все 6500 рублей, которые вы потратили на билеты. Не суть какая сумма, может, там есть какие-то ограничения, но не важно. Иногда, по этой причине, когда у вас достаточно скопилось миль, и при этом есть билет, который может компенсировать, иногда выгодно оформить эту карточку за 2000, вернуть себе потраченные деньги за билет, то есть, например, где-то начиная от 20000, мне кажется, даже от 15, плюс-минус, становится достаточно выгодно. Взяли билет, например, за 16000 рублей, 2000 потратили на карточку, и 14000 вам вернулось. И это не стоит забывать, что все остальные бонусы также учитываются, и вы можете еще дальше использовать эту карточку в поездке. Так что практически перед любым путешествием я себе оформляю премиальную карту. Вот сейчас я, например, скоро полечу, границы наконец-то открываются, и я воспользовался этой ситуацией. Но есть один такой подвох. Это практически первый пункт в правилах, которые немножко закопаны. Если вы уже были премиальным клиентом до этого, то оплата за карту снимается сразу же, как вы подключили премиальный тариф снова. То есть, например, я подключил 30-го числа, и у меня сразу списали за подключение. Но расчетный период у меня заканчивается 4-го числа каждого месяца. И, по идее, у меня должны были бы списать еще деньги 4-го числа, как бы за месяц вперед, согласно их правилам. Но Тинькофф, как всегда, охеренные. Я написал в чат, спросил, почему меня об этом, скажем так, не предупредили, и то, что мне жалко давать 2000 рублей за 3 дня пользования. И они согласились не снимать с меня средства в следующий платежный период. То есть, по сути, карточку я буду использовать чуть-чуть дольше, и это охеренное отношение клиентов, и поэтому я вам рекомендую использовать Тинькофф карты, Тинькофф банк. Ссылочка в описании, конечно, она реферальная, подписывайтесь, охеренно все будет. А, да, еще один маленький прикольный момент. Вот моя, например, метал-карточка, которая стоит как раз эти 2000 рублей, сделана с системой MasterCard. И эта карточка уровня World Black Edition, то есть достаточно высокого уровня. По-моему, у MasterCard есть еще на один уровень выше, может быть, World Elite, что-то такое, не помню, я больше по визам. У MasterCard огромная программа скидок и бонусов для клиентов. И чем выше уровень, тем лучше скидки и бонусы. Вот на этом сайте можете посмотреть, какие доступны скидки, акции и так далее, в разных странах, в разных городах. Я этим пользуюсь время от времени, и реально иногда получается выгодно иметь такую карту. То есть даже иногда скидки на отели могут достигать там 15-20%. А если вы едете надолго, то, потратив 2000 на карточку, вполне можно сэкономить на отеле, например, или на авиалиниях. Ну, это каждый раз надо смотреть. Каждый раз зависит от доступности акции, от ситуации и так далее. Но бонус очень прикольный. Так, ну еще последний плюс, который я хочу рассказать, это Тинькофф Консьерж. Это, честно сказать, немножко странный сервис с премиум-услугами. Можно заказать перелет на частном самолете, организовать поход в очень дорогой ресторан, сбронировать его, достать билеты на закрытые мероприятия. Ну, короче, много каких прикольных бонусов, если есть очень много бабок. То есть это реально консьерж. Мне сервис не совсем нравится, но о нем как-нибудь в другой раз расскажу. Но в целом, как минимум, интересно почитать про цены. Такое небольшое развлечение уже включено в стоимость премиальных картиньков. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. С вами был Алекс. Матане! А, ну да, еще один такой мой личный бонус. Я хотел очень давно получить метал-карточку, и наконец-то я это сделал. И она такая охеренная. Она реально металлическая. И очень круто ощущается. Прям... Кайф. Ну, это лично мои загоны с коллекционированием разных картчик от разных банков.